Еженедельное оперативное совещание прошло в администрации городского округа Люберцы. Руководители структурных подразделений и ведомств подвели итоги проделанной работы. О самом главном в повестке дня расскажет наш корреспондент. С 19 по 26 октября в Люберецкую полицию поступило 1850 обращений граждан. Стражами порядка возбуждено 35 уголовных дел, 30 преступлений раскрыто по горячим следам. В своем докладе начальник ведомства Евгений Романцев обратил внимание на участившиеся случаи дистанционного мошенничества. Еще раз хочу довести до наших граждан, что мы практически каждую неделю совместно с администрацией, со СМИ, по радио, по телевидению, во всех газетах пишем о дистанционном мошенничестве. Но наши граждане продолжают вестись на уловки мошенников, переводить им деньги. Подразделения пожарно-спасательного гарнизона 43 раза выезжали по сигналу тревоги. Участвовали в ликвидации 11 пожаров, 6 из которых произошли на территории Люберец. Происшествие в доме номер 21 по улице Московской повлекло смерть человека. Время сообщения о пожаре 0 часов 18 минут. В момент прибытия первого пожарного подразделения происходило открытое горение квартиры на седьмом этаже девятиэтажного жилого дома. Также огонь распространился на балкон восьмого этажа. Пожар ликвидировали в час 39. И в ходе тушения пожара с девятого этажа была спасена женщина. Но, к сожалению, в квартире 26 на седьмом этаже был обнаружен труп мужчины. Без аварийных отключений в штатном режиме работала на прошлой неделе система ЖКХ. Кроме рядовых и повседневных задач, коммунальщики выполняют еще одну важную функцию. Ежедневно проводят дезинфекцию мест общего пользования в многоквартирных домах. Ведется мониторинг и анализ поступивших обращений в соцсетях по вопросу уборки места общего пользования и дезинфекции. Также для улучшения качества проводимой работы осуществляются выездные проверки. Вопросы, касающиеся работы ЖКХ, принимают также операторы ЕДДС. На горячую линию администрации округа поступило 28 таких звонков. Всего на минувшей неделе сотрудники единой диспетчерской службы обработали около 12 тысяч обращений.